всем доброго утра или дня сегодня я познакомлю вас с еще одним прекрасным блюдом который можно приготовить из спаржи сейчас время ланча я приготовлю зеленую шпаржу с яйцом пашот и ветчиной этим видео я постараюсь сразу убить двух зайцев я вам покажу как приготовить яйцо пашот многие конечно из вас знают как это делается но те кто не знает тому будет интересно и как приготовить спарж ну давайте для начала разберемся со спаржей как она готовится данном случае я буду готовить зеленую делается очень просто вот та часть которая сломалась она уже идет в мусорку она несъедобна чтобы не задавать себе вопрос а сколько же мне отрезать отсюда или отсюда вот и все природа вам сама подскажет ну вот для одной порции будет достаточно теперь спаржу я подровняю и в этой части я обжарю ну а теперь я занимаюсь яйцом пашот есть парочку трюков и хитростей которые я вам с удовольствием покажу чтобы яйцо пашот получилось более красивым применяют вот такой вот трюк яйцо разбивает в ситечко и дают поставить ему буквально минутку это нужно для того чтобы лишний более жидкий белок шел далее яйцо отправляем в другую посудину я разбиваю еще одно яйцо я буду готовить 2 если вы будете готовить 2 3 или 4 яйца то ни в коем случае ни в коем случае не смешивайте их вместе это к хорошему не приведет иначе яйца у вас в этом случае создадут один единый целостный комок вот поэтому этого делать не нужно и также отправляем его в отдельную пиалочку ну вот вода у меня почти закипела я убавляю температуру 700 миллилитров воды я добавляю 60 миллилитров 5 процентного уксуса соль я не добавляю потому что уксус будет способствовать тому чтобы яйцо свернулась а соль наоборот будет этому воспрепятствовать поэтому мы не солим и теперь еще такой момент я не сильно уверен в свежести своего яйца поэтому воронку я создавать не буду если бы я знал что яйцо у меня только что из под курицу я бы сделал бы вороночку и тогда бы у меня белок прекрасно охватил бы желток поэтому в этом случае аккуратненько опускаю яйцо в воду и другое точно так же так но я свой пашот буду готовить 3 минуты имейте ввиду что при приготовлении пашота вода у вас кипеть не должна она должна находиться на стадии закипания так но еще я заранее подготовил миску с холодной водой вода мне понадобится для того как только пашот я выну из сотейника сразу яйцо охлажу ну вы все слышали после того как яйца остыли я их отправляю на бумажную салфетку пока убираю в сторону эту воду я пока не выливаю она мне еще понадобится так ну и занимаясь приготовлением спаржи спаржу обязательно промойте и обсушите бумажном полотенце сковорода у меня нагрелась в это время я забрасываю тостерный хлеб в тостерницу добавляю немного оливкового масла масло у меня оливковое именно для жарки обжарю немного помидоров черри сразу их присолю дам немного сахара чесночку росмарин тимьян в пределах разумного это просто у меня дома есть этого делать не обязательно все помидорки у меня прошли тепловую обработку я их удаляю и теперь обжариваю спаржу слеганца обваляю спаржу в масле и теперь присолю коротенько обжарю с одной стороны и с другой стороны добавлю немного сахара чуть-чуть буквально две ложки бальзамического термого уксуса и чуть-чуть воды спаржа готова я уже поместил ветчину на тарелку и я отправляю буквально на 30 секунд яйцо пашот в ту горячую воду чтобы она только у нас отогрелась помещаю спаржу на тарелку у меня был эстрагон я его применю к спарже он очень хорошо подойдет в этом случае тостерный хлеб который у меня готов я сделаю его следующим образом одну половинку я оставлю так как есть а другую я сделаю вот таким вот макаром нанесу сливочный сыр вы если хотите вы можете добавить сливочный сыр непосредственно в тарелку да не забываем про наши помидоры все яйцо у меня готово и опять отправляю на бумажную салфетку вот здесь кстати при прогревании яйца вы можете его еще и доварить если вам покажется мало ли что она у вас недостаточно готова окно эту красоту я могу присыпать немного петрушкой и мой ланч готов так но и конечно же что еще делать в этих случаях а то ведь вы меня забросаете тапками все это делается разрезается вот таким вот образом я уже вижу вопросы а куда ждевалось второе яйцо господи народ все очень просто сливочный сыр добавьте непосредственно в тарелку а второе яйцо на вторую половину тоста и все живите проще но в кое в чем я все-таки должен вам признаться то что вы увидели на тарелке этого оказалось мало я съел второе яйцо и съел еще один кусочек тостанного хлеба но чтобы вы знали чтобы вы могли рассчитать не знаю чего это зависит скорее всего что время подходит к обеду по поводу соли и перца для яйца не перчил специально потому что не хочу не солил специально потому что ветчина прошуту содержит себе довольно достаточно соли да и сливочный сыр этим продуктом не обделен только поэтому если вам конечно же мало тут никто никого за руку не держит хотите перчите хотите солите это уже дело сугубо ваше но так все вот такой вот простой незатейливый ланч который делается очень легко и очень быстро я конечно очень надеюсь что многие из вас подчеркнули для себя что-то новое именно для этого я и показываю то что я умею до новых видео